Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева, ведущая программы. Сегодня мы обсуждаем, сразу анонсирую тему, банки и кредитования. Мы будем говорить обо всем, что касается получения кредита, исполнения договора кредитного, который у вас уже заключен, какие-то вопросы и сложности, которые с этим могут возникнуть. Телефон прямого эфира 6510996, код Москвы, 495. Вы также можете написать комментарий на сайт финам.фм. И у нас в студии находятся гости, гости изнутри банковской системы. Антон Павлов, начальник управления по работе с сегментом розницы «Абсолютбанк». Антон, приветствую. Добрый день. И Александр Гонтаренко, директор департамента правового обеспечения банка «Хоумкредит». Александр, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Ну и так, я уже анонсировала вопросы, часть вопросов, связанных... Ну, давайте начнем сначала с того, как получить кредит. Соответственно, заемщика что может волновать? Как банку понравится? На что обращают внимание банки, когда рассматривают заявки? Причем на разного рода кредиты, начиная от потребительского кредитования, заканчивая потечным кредитованием. Тут и суммы, и сроки разные. Но, тем не менее, я думаю, что есть какие-то общие принципы рассмотрения кандидатуры заемщика с точки зрения банка. Как вы рассматриваете вашего потенциального клиента? Вот, Антон, у вас какая практика? Что первое вы смотрите в банке? Ну, первое, наверное, основное, это уровень дохода заемщика и позволит ли доход заемщика оплачивать ежемесячные платежи по кредиту. Что немаловажно для нас. Антон, подождите, сразу вопрос. Я думаю, что не только у меня, но и у многих наших слушателей. Ежемесячный доход и, в принципе, доход человека позволяет ли оплачивать кредит, платежи? Вы рассматриваете в данной ситуации доходы, подтвержденные только справкой 2 НДФЛ, к примеру, или иным образом, скажем так, подтвержденные доходы? Но все-таки не секрет, что далеко не все могут подтвердить свои доходы справкой 2 НДФЛ. При этом они, может быть, и могут выплачивать платежи по кредиту, но как банк в этом удостоверится? Нет, мы принимаем не только справки 2 НДФЛ, то есть не только подтвержденный официальный доход, мы принимаем к рассмотрению клиентов, которые предоставляют справки о доходах по форме банка. А это имеет одинаковый вес? Для нас да. Для вас одинаковый. Александр, а вот у вас сразу хочу спросить. Мне просто интересно мнение даже двух кредитных учреждений, чтобы понять. Ну, соглашусь с Антоном, что действительно основное для банка это быть уверенным, что заемщик вернет кредит, то есть он будет добросовестным. Исходя из этого, банки и рассматривают кредитные заявки. Конечно, в расчет принимаются и сведения о доходах заемщика, сведения о его зарплате, о его месте работы, ну, также и другие какие-то документы, сведения. Все зависит от того, что это за кредит, на какой срок, сумма и так далее. В каких-то случаях банк требует подтверждения с места работы, то есть два НДФЛ. Могут быть потребованы какие-то дополнительные документы, подтверждающие уровень и дохода, и имущественного положения заемщика. То есть какое у него имущество есть, собственности, движимые, недвижимые, автомобили и так далее. И исходя из совокупности этих сведений, банк уже и принимает решение. Но основное, я вот здесь повторюсь, что для банка важно, чтобы заемщик вернул кредит. Это как бы первое. Ну и второе, это чтобы с этим заемщиком выстроить какие-то долгосрочные отношения. То есть между банком и заемщиком. То есть для нас важно не просто, чтобы кредит был возвращен, но также, чтобы заемщик остался с банком и был клиентом этого банка, нашего банка в частности. То есть опять же, Александр, вы говорите о том, чтобы заемщик понравился банку, а банк понравился заемщику в результате. Конечно, конечно. Чтобы вы сотрудничали, как вы говорите, на долгий срок. Но тем не менее, вот мы Антона перебили, а на самом деле это вопрос, который хотелось бы чуть-чуть побольше потом обсудить, связанный с подтверждением дохода. Но сейчас пока в общем. Вы смотрите на доходность, на то, что клиент или потенциальный клиент может возвращать, производить платежи по кредиту. А что еще вы смотрите? Мы также смотрим непрерывность трудового стажа, профессию заемщика, организацию, в которой он работает. Ну и безусловно, наверное, сейчас определяющим фактором является также кредитная история заемщика. А вот сразу опять же у меня вопрос. Мне очень сегодня удобно, потому что я имею возможность спрашивать. Не только все время рассказывать и говорить, но спрашивать, потому что действительно, я думаю, это всем интересно. По поводу кредитной истории, вот банка кредитных историй, сколько их существует? Один, два, три? Ну, самих бюро кредитных историй, организаций, их в России много. Я не скажу сколько, но это не одно бюро кредитных историй. По закону банк обязан хотя бы с одним кредитным, бюро кредитных историй сотрудничать и предоставлять информацию о тех кредитах и о тех заемщиках, которые этот кредит взяли и как они исполняют свои обязательства. А как, я извиняюсь, Александр, а как же тогда проверить? Вот вы говорите, много кредитных бюро. Один человек может быть в одном бюро и не быть в десятке другом бюро и так далее. Нужно все запрашивать. Вот вы проводите проверку. Сейчас Антон сказал, что это важная составляющая. То есть однозначно проводите проверку. Каким образом? Ведь может быть где-то его кредит, может быть, кстати, хороший кредит, если он досрочно выплатил, к примеру, или просто не имел никаких штрафов и просрочек. Соответственно, это плюс его, рассмотрение его заявки получается. Или наоборот, где-то он не выполнил условия кредита, какой-то проблемный кредит был, то есть минус. Но тем не менее, вы можете не получить эту информацию. Нет, информация обо всех кредитных историях, она ведется. То есть есть центральный каталог кредитных историй и ведет эту информацию центральный банк в настоящее время. То есть для того, чтобы узнать, в каком бюро кредитных историй хранится эта кредитная история, ну, конкретного человека, конкретного субъекта этой кредитной истории, необходимо запросить информацию в центральном каталоге кредитных историй. То есть, смотрите, получается следующая история. Кредитных бюро очень много. Банк, любой банк обязан, ну, по крайней мере, тот, который сотрудничает только с физическими лицами, или те, которые не имеют, допустим, лицензии на работу с физическими лицами, они тоже должны сотрудничать с таким банком в целях юридических лиц, да? Значит, любой банк, любое такого рода кредитное учреждение сотрудничает с каким-то одним бюро, неважно с каким. Одним или нескольким. Ну, это его же дело, главное, что с одним точно. И они, в свою очередь, уже по восходящей, каждое из этих бюро обязаны, в свою очередь, предоставлять в центральный каталог вот эти все сведения, которые стекаются к ним от банка. То есть в результате у нас есть, ну, можно так условно сказать, название другое, но условно у нас есть некое центральное бюро, где содержится информация обо всех кредитах, заемщиках и так далее. Ну, информация не в целом о кредите и о том, как этот заемщик выполняет свои обязательства, но есть информация, где эта кредитная история хранится, в каком из бюро кредитных историй. То есть мы сначала запрашиваем центральный каталог по фамилии там и данным лица, нам говорят, вот там у него, о нем есть информация в таком-то бюро, мы запрашиваем бюро, да? Мы, я говорю, это банк, да, производят проверку потенциального клиента, да, который подал заявку. Скажите, пожалуйста, если человек не получал никогда кредит, вот не получал, у него нет ни положительной, ни отрицательной, это для него будет минус или нет? Ну, я думаю, что, наверное, серединка. Серединка, то есть, с одной стороны, он не может показать, что я уже брал когда-то кредит, и я вот, ну, нету и позитива. Нету и позитива, да. То есть, возможно, возможно, это сигнал к тому, что человеку постоянно отказывали, да, из-за каких-то других причин, поэтому у него нет кредита. Либо ему просто кредит не нужен был, он и доходы позволяли приобретать все, что ему нужно. Вот, ну, возможно, это какой-то повод. Просто первая его жизненная ситуация. Да, 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 да. Повод какие-то, ну, проводить, там, ну, не знаю, дополнительные, может быть, проверки или запросить дополнительные документы или, ну, вот. Я напомню нашим слушателям, что в эфире «Формула права». Мы сегодня обсуждаем банки и кредитование, обсуждаем вопросы, как понравится банку, что банки проверяют в нас, когда мы подаем заявки, как физические лица. Как, с другой стороны, выбрать банк, на что обратить внимание, когда мы читаем договор, что в этом договоре прочитать и увидеть. Напомню, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Напомню также нашим слушателям, что можно написать ваши комментарии на сайт финам.фм. Сейчас в нашей программе будут новости, и затем мы вернемся к обсуждению банков и кредитования. Итак, в эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брачева, ведущая программы. Мы обсуждаем сегодня тему банки и кредитования. Напомню также телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Вы можете написать также комментарий на сайт финам.фм. У нас в студии гости, которые знают вопросы и в банковской деятельности, и что нас сегодня волнует кредитование. Так сказать, изнутри. Антон Павлов, начальник управления по работе с сегментом розницы «Абсолютбанка». И Александр Гонтаренко, директор департамента правового обеспечения банка «Хоум Кредит». Итак, мы с вами обсуждали вопрос, как-то переместились немножко в эту область по поводу кредитной истории. И у нас как раз сейчас есть звонок от человека, которого, насколько я поняла, зовут Илья, и он хочет на эту тему задать вопрос. Илья, день добрый. Да, здравствуйте. Хотел как раз уточнить по поводу кредитной истории. Вот вы сказали, что банки могут спокойно узнать эту информацию о любом человеке. Но сейчас такая ситуация произошла, что хотел взять кредит, но мне сообщили, что якобы я там взял в каком-то банке кредит. И я сам не могу понять, что это за банк и где я мог взять кредит. Дело в том, что информацию дальше они не говорят. То есть вы, Илья, вы не обращались раньше за кредитами, кредиты не брали? Ну, я обращался, я оставлял заявки, получал где-то одобрение, где-то нет, когда искал деньги. Но сам кредит, я договор как бы не подписывал, ничего не оформлял, карточки в руки не брал. И хотелось бы узнать, в каком месте я могу вообще получить всю свою историю и долги по каким-то кредитам, карточкам и так далее. Вот, где можно это узнать? Илья, спасибо за вопрос. Давайте адресуем его нашим гостям. Антон, Александр, кому проще ответить? Александр, у вас в основном потребительские кредиты, больше физических лиц обращаются. Как может человек проверить свою кредитную историю? Ну, в первую очередь ему надо узнать, где эта кредитная история хранится, какое бюро кредитных историй эту кредитную историю хранит. То есть он может также в этот центральный каталог обратиться? Да, это первый вариант. Можно зайти на сайт cbr.ru, это официальный сайт центрального банка, и там посмотреть информацию, каким образом можно из центрального каталога получить информацию. Второй вариант – обратиться в бюро кредитных историй. Многие бюро оказывают такую услугу, то есть за самого субъекта кредитной истории, за самого человека, они в этот центральный каталог обращаются и получают информацию, где, в каких бюро, это может быть одно бюро, может быть несколько бюро. Но конкретно по этому человеку находится кредитная история, и такую информацию вам предоставят. То есть в данной ситуации человек должен пойти по пути банка, который проверяет своего потенциального заемщика. Он тоже должен так или иначе, сам или через другое бюро, обратиться в центральный каталог, который ведется с центральным банком, выяснить, где, в каких кредитных бюро, если есть вообще о нем информация, и дальше запросить уже непосредственно эти кредитные бюро, составить ту информацию, которая у них о нем хранится. А вообще они обязаны человеку выдавать эту информацию? Да, они обязаны предоставить. Обязаны, да, обязаны. То есть в принципе это несложно. Вот в ситуации Ильи, который физически не брал кредитов, подавал заявки, но договор не заключал, а сейчас какая-то непонятная для него в любом случае ситуация возникает, он может ее легко проверить, да? Да, совершенно верно. Давайте вернемся все-таки к нашему вопросу. Вот мы обсуждали, с вами Антон, Александр, мы обсуждали, на что банки смотрят, когда проверяют заемщика и принимают решение, принять, выдать ли ему кредит или не выдать ему кредит. Первое мы уже обсудили, первый момент, это у нас возможность погашать этот кредит в будущем. Я думаю, что банки в первую очередь не заинтересованы бегать по судам или какие-то уступки долгов производить или еще что-то. Им хочется все-таки нормально, надежно получать платежи, закрыть этот кредит и, собственно говоря, как вот Александр сегодня выразился, остаться взаимно довольными с клиентом. Но, тем не менее, вы посмотрели его доходность, вы посмотрели кредитную историю. И мы уже поняли, что если там есть какой-то негатив, соответственно, это учитывается, если есть позитив, то тоже учитывается. Если там ничего нет, то тут надо остальное посмотреть повнимательнее. Правильно я такую вот свободную интерпретацию предоставила? А вот еще один такой момент по негативу. Последний хочу закрыть просто вопрос кредитных историй, ну, по крайней мере, на данном этапе. Если у человека есть просрочка, допустим, она отражена в каком-то бюро, ну, в итоге мы получаем эту информацию. Имеет ли значение, какого рода эта просрочка? На один день, на пять дней, на десять дней просрочка у человека возникла? Или там он полгода не возвращал кредит и к нему через суд обращались? Вот как это оценивается? Ну, для банка, конечно, это будет иметь значение и сумма, и на сколько человек задолжал, на какой период, какой срок, конечно, это банк будет оценивать. Я просто слышала такое понятие, как техническая просрочка, но я так понимаю, оно не юридическое, а скорее больше из-за того, что юристы называют обычаем делового оборота. То есть просрочка незначительная, но вот то, что я видела, это 30 дней, к примеру. Ну, так ли это или нет? Вот, Антон, а у вас какая практика? Да, действительно, такая практика в банках есть. Для самого банка, наверное, технической просрочкой будет являться просрочка до пяти дней. Что касается анализа БКИ, да, заемщика, то действительно бывают случаи, когда у заемщика просрочка до 30 дней, и банк, но при этом кредит уже закрыт, и таких кредитов много, да, то банк не считает это негативом. Естественно, мы все понимаем, что если у человека было много кредитов, да, и все они закрыты, и несмотря на то, что были какие-то моменты, все жизненные ситуации, они, естественно, учитываются, то при анализе это не будет являться негативом. А вот смотрите, мы еще не дошли, мне кажется, даже до середины того, что банк смотрит, а мне уже стало интересно, ведь все-таки во многом есть такие оценочные понятия, вот как мы сейчас обсудили, вроде как была просрочка, но вроде уже кредит закрыт, ну, пять дней и пять рублей, или 200 дней и два миллиона там, допустим, да, ну, вот какие-то разного веса категории, то есть оценочные такие понятия. А есть какая-то, и принято ли в банках обычно, я понимаю, что это нормативно никакими актами не регулируется, только внутри банка, мне интересно ваше мнение, я не знаю, даже какая-то бальная система оценки заемщика по вот тем пунктам, которые мы сейчас обсуждаем, да, потому что вот кто может, только тот человек, который непосредственно сидит и разбирает и проверяет документы по конкретной заявке, свое внутреннее мнение, свою внутреннюю оценку, а много ли, большая ли просрочка была, существенная или несущественная, учитывать ее или не учитывать, вот жестких критериев же нет, получается, да, каких-то, здесь горячо, здесь холодно, здесь много, здесь мало, здесь плюс, здесь минус, вот какая-то бальная система, или это все решает по сути тот человек, который, ну, я знаю, что их андрайтером где-то называют, да, то есть, который, по сути, вот перед кредитным комитетом выдает некое заключение. Как это происходит? Опыта, большого количества накопленной информации по статистическими методами, естественно, такие программы есть, конечно. Давайте продолжим все-таки, уже какие-то моменты у нас для наших слушателей, я надеюсь, полезные есть, и так, доходы, которые мы можем подтвердить, как справкой 2 НДФЛ, так, и опять у меня вопрос, опять у меня вопрос по поводу доходов, и справкой в свободной форме или по форме банка, то есть, когда подтверждаются те доходы, которые фактически, ну, скажем так, серая, черная зарплата, не белая. Вот по поводу этих справок, а вы проверяете, и происходит ли проверка, ведь, ну, по большому счету, кто только не может подписать такого рода справку, кто за нее несет ответственность, несет, какая-то проверка происходит, когда помимо справки 2 НДФЛ или вместо нее, в зависимости от правил банка, предоставляется справка в свободной форме? Естественно, такая проверка проводится, непосредственно организация, которая предоставила такую справку, и где клиент работает, тоже проверяется, прозванивается, так сказать, и подтверждается, что человек действительно получает такой доход. А если мы предоставляем справку 2 НДФЛ, ведь это тоже либо через налоговую надо проверять, либо через организацию, то есть, в любом случае, то и то, по идее, должно быть проверено? Да, и то, и то проверяется, безусловно. Вот у меня тут вопрос, который размещен в качестве комментария на сайте Финам.фм, он касается не столько физических лиц, сколько индивидуального предпринимателя, звучит следующим образом, задает вопрос Сергей, комментарий его звучит следующим образом. Доброе утро, имеется вопрос, я являюсь индивидуальным предпринимателем, каким образом я могу подтвердить свою платежеспособность? Это раз мы опять вернулись к нашему первому пункту обсуждения, я думаю, что, Антон, наверное, вы сможете на этот вопрос ответить. Как индивидуальному предпринимателю подтвердить свой доход? Я скажу даже так, что индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса, они как бы идут в отдельную ветку проверки, не пересекающуюся с наемными рабочими. Мы прекрасно понимаем, что, в принципе, являясь собственником бизнеса, индивидуальным предпринимателем, человек может предоставить справку, все что угодно, но, тем не менее, есть форма отчетности, которую он предоставляет государству, это форма 3 НДФЛ или 4 НДФЛ, если я не ошибаюсь. Я не помню номер, но дело не в этом, у меня опять же сразу декларация, в зависимости еще от того, на каком налоге, допустим, прощенка и прочее. А помимо всего прочего, не секрет, что декларация не всегда отражает действительность. Вот именно в том-то и дело, но у него-то нету какой-то организации, которую вы могли бы проверить. Да, действительно, но индивидуальный предприниматель также может предоставить выписку с банковского счета, где он обслуживает свою организацию, где будут отражены доходы, обороты по счету, что позволит, плюс какая-то внутренняя отчетность, что позволит нам оценить реальную прибыльность его бизнеса. То есть вы в данной ситуации готовы принять, например, управленческую некую отчетность предпринимателя? Да, в том числе. Да, если мы говорим о предпринимателях, потому что со счетом тут сложнее, если мы говорим о том, что официально... Понятно, что все эти моменты, в общем, теоретически несколько противоречат законодательству, которое мы сейчас обсуждаем, потому что люди должны платить налоги, зарплаты должны платить налоги, организации должны платить налоги. И по идее вот этих форм, там, два НДФЛ или другая форма, которая для индивидуальных предпринимателей, это должно быть единственный документ, который четко и достоверно должен отражать то, что есть. Но мы живем в реальном мире, а не в каком-то выдуманном идеальном нами, и понимаем прекрасно, что если человек по той или иной причине, это его проблема, почему он это сделал, он сам за себя решает, принимает решение, но тем не менее не все отразил в своей отчетности официально, у него и по банку могут проходить, опять же, не все суммы. Да, то есть в данной ситуации движение денежных средств по банковскому счету тоже может вам не продемонстрировать. Вот это достаточно важный момент как раз к вопросу нашего слушателя по поводу того, что теоретически может быть принята и определенная управленческая отчетность, ну а дальше уже зависит, видимо, от контакта с банком и насколько друг в друге все заинтересованы. Безусловно, просто скажу сразу, что проверка индивидуального предпринимателя и собственника бизнеса в наших текущих реалиях, это все-таки какой-то индивидуальный больший процесс. Если мы говорим о том, что у этого человека нет положительной кредитной истории, он не является постоянным клиентом этого банка, легче, когда ты обслуживаешься в каком-то банке, да, как юридическое лицо, и приходишь туда как физическое лицо, тебя уже в этом банке знают. Видят счета, движения. Видят счета, движения, да, сколько ты с ними работаешь, может быть, ты являешься участником зарплатного проекта, соответственно, в таком банке получить положительное решение по кредиту будет еще легче. Итак, формула права в эфире. С вами я, Анастасия Брайчева. Сегодня мы обсуждаем тему банки и кредитования. Напомню, телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Комментарии также можно отправить на сайт финам.фм. Мы обсуждаем вопрос сегодня, связанный с тем, как понравится банку, что проверяют банки в своих потенциальных заемщиках, на что нужно обратить внимание. И именно к этому вопросу мы вернемся после рекламы, после новостей. Итак, формула права в эфире. Сегодня мы обсуждаем тему банки и кредитования. У нас в гостях Антон Павлов, начальник управления по работе с сегментом розницы Абсолютбанка, и Александр Гонтаренко, директор Департамента правового обеспечения Банка Хоум Кредит. Мы сейчас как раз обсуждали вопрос, как подтвердить свои доходы и доказать свою платежеспособность индивидуальному предпринимателю. На сайте еще один вопрос. Звучит следующим образом. Каково отношение банков к выдаче ипотечных кредитов людям, которые работают как индивидуальные предприниматели? Антон, как можете ответить на этот вопрос? Скажу за Абсолютбанк. Абсолютбанк с радостью выдает ипотечные кредиты индивидуальным предпринимателям, потому что эти люди берут, как правило, более крупные суммы, чем наемные работники. И, как я уже говорил ранее, процесс проверки таких заемщиков у нас налажен. В принципе, если у человека есть отчетность, и он ведет грамотно свой бизнес, позволяет оплачивать ежемесячные платежи, то кредитам будут предоставлены. То есть, грубо говоря, отличие индивидуального предпринимателя от наемного работника или от обычного физического лица будет состоять фактически в том, что он, по сути, сам себе предоставляет документы о своей платежеспособности. Да, но то же самое у нас о владельцах бизнеса идет речь. И в связи с этим связаны некоторые сложности или более тщательно происходит проверка, потому что, ну, понятно, что сам себе человек может все, что угодно написать, чтобы этого как-то избежать, чтобы информация действительно была достоверной. Соответственно, происходит, может быть, более тщательная проверка, но это не препятствует выдаче разного рода кредитов, и в том числе ипотечных кредитов. Индивидуальные предприниматели не могут представить в этом плане нормальные документы. А вот скажите, Александр, а у вас, если человек индивидуальный предприниматель, а все-таки у вас основная доля это кредиты потребительского, да, характера потребительский, соответственно, каким образом происходит их проверка? Вот аналогичным образом, как сейчас пояснил Амантон? Ну, если человек индивидуальный предприниматель, то он может, как обычное физлицо, взять кредит, разные виды кредитов для разных целей, потребительский кредит, кредит наличными в офисе и так далее. Проверка проходит также комплексная, также, как говорил Антон, основываясь на тех документах, сведениях, которые предоставляют это физлицо. Единственное, что наш банк не кредитует индивидуальных предпринимателей, то есть наши программы, это в основном потребительские кредиты, не связанные с предпринимательской деятельностью. Нет, а вопрос о другом. Александр, вот приходит к вам человек, он говорит, я, там, называется фамилия, имя, отчество, вы говорите, окей, предоставь нам, пожалуйста, какие-то сведения о своей платежеспособности, да, допустим, справку 2НДФЛ. Он говорит, я не могу представить справку 2НДФЛ, потому что я вообще-то индивидуальный предприниматель. Я могу предоставить другие отчетности, которые я сдаю лично, да, то есть он приходит вам как физическое лицо, он хочет купить себе стиральную машину, я утрирую, или что-то именно с точки зрения потребительского кредита, разного объема, не обсуждаемый этот вопрос. Но ему все равно же нужно вам каким-то образом подтвердить свою платежеспособность. Конечно, конечно. В зависимости от видов кредитов, от суммы, у банка есть определенные требования к набору документов. Самый простой вариант, когда человек берет потребительский кредит на приобретение какого-то товара в магазине, товар длительного пользования, не связан с предпринимательской деятельностью. В этом случае, как правило, требуется один или два документа, ну, в зависимости от суммы и вида товаров. И в этом случае даже не нужно будет подтверждать свой доход какой-то отчетностью финансовой, например. Если это более серьезные кредиты, более крупные суммы, в этом случае, да, банк будет запрашивать дополнительные сведения, дополнительные документы. Но в любом случае, если даже человек, он как физическое лицо обращается за потребительским кредитом, но для вас не проблема, что он может подтвердить, как индивидуальный предприниматель, свою доходность, свои доходы, точнее, и возможности этот кредит возвращать. Да, конечно. Будет рассматриваться. Итак, мы обсудили уже, который раз пытаемся от начала уйти, потому что я все время говорю о том, что получение кредита – это не радостный финал затраченных усилий и со стороны заемщика, и со стороны банка. Это только начало сотрудничества, потому что потом этот договор нужно еще исполнять. Но мы все никак не можем с получения кредита уйти, потому что, на мой взгляд, тоже важный момент. Итак, мы смотрим платежеспособность, мы смотрим кредитную историю человека. Что еще? Что еще? Имущество? Что еще смотрим, Антон? Наличие имущества является, безусловно, положительным моментом при оценке заемщика, особенно если сумма кредита довольно существенная, что говорит нам о том, что человек что-то зарабатывает, что-то покупает. Но это неопределяющий фактор, особенно если мы говорим о ипотечном кредитовании, потому что, безусловно, сейчас большое количество семей, людей, которые арендуют жилье и покупают свое первое жилье, например, только в ипотеку. Как уже сказал ранее, фактор, безусловно, положительный, но неопределяющий. А вот скажите, Антон, а у вас была такая практика, ведь по закону об ипотеке, в принципе, можно выселить человек из его единственного жилья, если он по той или иной причине и не может платить кредит, и никак не может договориться с банком о рефинансировании, произвести какую-то рассрочку, ну, какие-то преференции попросить у банка, либо банк не дает, либо просто не получается. Вот не получается. В конце концов, банк имеет право на это, да? Так как у нас является приобретаемое жилье предметом залога, соответственно, банк может обратить на него взыскание. Вот такие в практике вашего банка были прецеденты? Вы знаете, вот сходу так не могу сказать, были ли такие прецеденты, но могу сказать, что мы всегда стараемся с заемщиком найти какой-то компромисс и, вот, крайней мере, не прибегать. Давайте все-таки закончим этот список, чтобы перейти к компромиссам, потому что это тоже очень интересная тема. Итак, вот, допустим, семья. Важно ли для банка наличие семьи? С одной стороны, наверное, несовершеннолетние дети – это прямо-таки расходы из доходов, да, наверное, которые банк теоретически вычитает при определении платежеспособности. Но, в принципе, банками вот учитывается наличие супруга, ну, вообще семейное положение детей. Вы знаете, да, семейное положение, оно учитывается. Как вы сказали, да, несовершеннолетние дети – это расходы. Но, вы знаете, я вам такой пример приведу, наверное, из области страхования, когда семейный человек, у него по статистике меньше ДТП, потому что он понимает, какую ответственность он несет не только за себя, но и за свою семью. Так же, наверное, и в кредитах. Семейный человек меньше попадает в трудные ситуации, потому что он более рационален в принятии своих решений, что касается также работы, приобретения каких-то дорогостоящих вещей и так далее. Да, банки это учитывают. Во многих банках это заложено даже в скоринговых моделях, которые определяют автоматические решения по кредиту. Вот сейчас вы сказали такое словосочетание – скоринговые модели. Я думаю, что большей частью наших слушателей совсем непонятно. Что это? Давайте поясним, потому что это тоже к вопросу, который мы обсуждаем, имеет очень прямое отношение. Да, что это такое? Ну, скоринговая модель – это построено на основе статистических данных программы, которая позволяет провести автоматическую оценку кредитоспособности заемщика. А что значит автоматическую? По сути, в программу вводятся вводные данные по заемщику, начиная с его личных данных и заканчивая уровнем дохода, работы, стажа, образования и так далее. И программа на выходе посчитывает, какую сумму кредита может получить этот заемщик. Это некая усредненная статистическая модель, получается, да? Или что это? То есть от человека, от самого зависит, какой у него будет вот этот скоринговый балл? Да, от человека, безусловно, зависит. Я скажу сразу, что большинство банков применяют такие модели при работе с потребительским кредитованием и, допустим, автокредитованием. При крупных суммах кредита, если мы говорим об ипотеке, там, безусловно, превалирует ручная проверка и оценка уже кредитным комитетом. А можно ли узнать, мы сегодня обсуждали вопрос, можно ли узнать в кредитном бюро или, соответственно, в центральном каталоге имеются ли какие-то сведения о человеке, какие. А вот по поводу скорингового балла, можно ли узнать, допустим, мне вдруг стало интересно, какой балл у меня или любой другой наш слушатель, который захочет этот балл свой узнать. Это каким-то образом запросить, выяснить, или это только банк при помощи какого-то программного обеспечения. Но это и внутренне банковская информация, вряд ли. А она в каждом банке своя? Вот, Александр, вы тоже применяете, да, вот эти модели? Тем более у вас как раз потребительское кредитование. Да, каждый банк разрабатывает свои какие-то системы, свои модели. Эта информация закрытая, конечно, банк не предоставит такую информацию заемщикам. И банк вправе, в принципе, отказать в заключении кредита. Это не обязанность банка выдать кредит. Вот, что касается именно каких-то вот таких баллов, да, то, ну, как я говорил, это закрытая информация. Но хотелось бы сказать, что не нужно пробовать каким-то образом предоставить заведомо недостоверную информацию или как-то пытаться хитрить с банком. При рассмотрении кредитной заявки такая информация, вот если выяснится, что заемщик предоставил неверную информацию, недостоверную, откажут, это будет наоборот вот расценено как вот минус при рассмотрении кредитной заявки. Поэтому нужно максимально полно и честно предоставлять информацию. Ну и потом хотелось бы сказать, что любые отношения, которые начинаются с каких-то вот, ну, нечестных методов, не складываются удачно. А вот скажите, пожалуйста, предположим, человек получил отказ в одном банке, в двух, в трех. Во-первых, отказы, они попадают в бюро кредитных историй? Нет. Отказы не попадают. То есть если, к примеру, человеку отказали в одном банке, банки же не поясняют, как правило, причину отказа, да, они просто сообщают вам отказано, да, а человек может обратиться в другой банк и, в принципе, этот другой банк с большой долей вероятности, кроме, наверное, счастливого стечения обстоятельств, да, не узнает о том, что этому гражданину уже было где-то по какой-то причине отказано. То есть новый банк будет заново рассматривать его комплект документов, если он их предоставляет, да, с просьбой о кредите. Ну, я бы хотел сказать, что, как правило, кредитная заявка подается или обсуждается с кредитным специалистом. То есть при отказе в каком-то кредите конкретном, это не факт, что человек не может попробовать в этом же банке получить другой кредит, обсудив с кредитным специалистом параметры этого кредита. Ну, например, можно изменить срок, ежемесячный платеж, сумму кредита, обсудить какие-то другие кредитные программы, найти какой-то компромисс. То есть отказ – это еще не приговор даже для этого же банка? Вполне возможно взять какой-то другой кредит на каких-то других условиях. Это все обсуждается. Есть кредитные специалисты, которые работают с клиентами, с заемщиками и помогут клиенту выбрать наиболее правильный или приемлемый в данной ситуации кредит. Вот смотрите, у нас такая абстрактная ситуация была, при которой человек уже получил отказ. Он перед этим, предполагаем, что он работал со специалистом банка, и, видимо, все равно тот человек, который уже проводил проверку документов, счел, что не надо давать кредит, по крайней мере, такой кредит этому человеку. А причины этого человеку не сообщаются, как правило. А специалист, который с ним, допустим, второй раз будет работать, он-то знает причины эти или нет? Или он тоже не знает почему? То есть мы, грубо говоря, со стороны физического лица, который обращается за кредитом, это игра несколько в темную. Он не знает, почему ему отказали. Может быть, там доход не тот, может, где-то по телефону кто-то не ответил во время проверки или еще что-то. Ну, к примеру, он может чего-то не знать. Но специалист, который с ним работает, он об этом знает или нет? Ну, вот у вас, как, Александр? Как правило, нет. Как правило, нет. То есть, а у вас, Антон? У нас, саму причину отказа нет, но может знать вид отказа. Это отказ полностью строгий, да, то есть без пересмотра. Либо отказ, который может быть пересмотрен при выполнении ряда условий. Я не просто так спросила. Просто если человек в тот же банк обращается, опять же, это работа и для специалиста банка, и для человека. Во-первых, нужно определиться, может быть, с другим видом кредита, с каким-то более полным набором документов, что-то еще, да, что, возможно, в тандеме посоветуют специалист человеку, чтобы не оказалось это зря. Да. Получается, что, ну вот я так понимаю, Антон, что у вас все-таки, если специалист с этим человеком работает, да, значит, не зря. А у вас, Александр, получается, что неизвестно, то есть специалист не знает, да, жесткий это был отказ или есть шанс у этого физического лица, у этого человека все-таки взять. Кредит просто другой с другими условиями. Нет, обычно кредитный специалист, конечно, он может подсказать, помочь человеку выбрать кредиты, какие-то другие параметры. То есть, да, причину отказа, вот именно в чем состоял отказ, ему не сообщат заемщику, но, конечно, кредитный специалист обсудит, поможет выбрать какой-то другой вид кредита. А вот мы сейчас затронули один вопрос, который очень хочется обсудить после новостей, которые будут сейчас у нас в программе. Вопрос, связанный с тем, как люди подходят к выбору кредита, как они берут кредит, вроде как взяли сегодня, отдавать потом долго, вот эту вот осознанность действий тоже очень хотелось бы обсудить. Я напомню, в эфире «Формула права», обсуждаем сегодня банки кредитования, телефон прямого эфира 65 10 99 6, код Москвы 495, и после новостей мы обсудим, продолжим обсуждать эту тему. «Формула права» в прямом эфире, телефон 65 10 99 6, код Москвы 495, обсуждаем вопрос банков и кредитования. Гостями нашей студии является Антон Павлов, начальник управления по работе с сегментом розницы «Абсолютбанка», и Александр Гонтаренко, директор Департамента правового обеспечения банка «Хоумкредит». И мы как раз до новостей затронули вопрос, который очень хотелось бы сегодня тоже успеть обсудить, вопрос, связанный с тем, насколько осознанно по вашей практике люди в принципе берут кредиты. Ведь изначально, с одной стороны, человек, который нуждается по тем или иным причинам в деньгах разного рода, маленьких, больших, длительных, коротких, но тем не менее, нуждается. Он хочет понравиться банку, чтобы банк дал ему кредит. С другой стороны, банк тоже хочет и свой кредитный продукт продать, чтобы заработать на процентах, но при этом он хочет, чтобы вот это взаимоотношение было нормальным и правильным, чтобы ему оплатили кредит, а не пришлось потом бегать в суды или взыскание обращать на какое-то имущество. То есть конфликты и проблемы, я думаю, что первоначально не хочет никто. Но все-таки случаются ли в практике банков такие ситуации, когда человек, может быть, переоценил свои возможности, взял кредит, который, может быть, не стоило ему брать? Потому что мы берем, получаем то, что хотели сейчас, и это то, что хотели, оно, может быть, действительно начинает от стиральной машины, которую я условно сегодня хотела приобрести и воспользовалась потребительским кредитом, и заканчивая, ну, крупными вещами, это, может быть, и автомобили, и ипотечные, соответственно, жилые помещения, ипотечное кредитование. То есть вот в данной ситуации часто ли это бывает в практике банков, и что бы вы могли посоветовать нашим слушателям? Антон, вот у вас, у вас крупнее. Вы знаете, я скажу так, чем крупнее существенная сумма кредита и крупнее покупка, тем люди более взвешеннее подходят к анализу своих возможностей. Но, тем не менее, такие ситуации встречаются, и даже если человек считает, что он сможет оплатить кредит, банк не всегда может быть в этом уверен. Наиболее распространенная ситуация, когда человек обращается в банк за существенную сумму кредита, уже имея какие-то кредитные обязательства перед другими кредитными организациями. Безусловно, в процессе проверки банк узнает, какие суммы кредиты, какие размеры жмешных платежей имеются по данным кредитам, и, скажем так, может либо ограничить сумму кредита, сказать, что мы тебе не предоставим, к примеру, 5 миллионов, да, как ты хочешь. Мы можем предоставить тебе только 3 с учетом того, что у тебя уже есть. Либо мы тебе даем те же самые 5, но при условии, что кредиты, которые у тебя сейчас есть, ты закрываешь. То есть мы со стороны банка, да, тоже происходит, как бы сказать, помощь заемщику реально оценить его возможности. При этом, когда мы оцениваем максимальную сумму кредита, мы учитываем, какие текущие расходы есть у клиента, какие расходы могут возникнуть в связи с покупкой, скажем, недвижимости, да, сколько денежных средств ему придется откладывать, чтобы оплатить кредит, оплатить коммунальные расходы и так далее. То есть, в принципе, банк с своей стороны тоже оказывает всяческую помощь для клиента, чтобы он реально мог оценить, что он может и что не может. Но вопрос даже не столько в этом. Вот иногда, тем не менее, бывают ситуации, я думаю, когда человек не с точностью, да, прям 100% показывает, на что ему нужны деньги. Это может касаться ипотечного кредитования в том случае, когда уже имеющееся жилье отдается под залог, не то, который приобретается, к примеру, да, ну, как одна из ситуаций. А что касается потребительского кредитования, тут сплошь да рядом, если человек вообще живыми деньгами получает, да, кредит. То есть, человек может не всегда говорить о том, зачем ему нужны эти деньги. Может, они ему нужны, чтобы долги раздать каким-то другим кредиторам своим, не обязательно банкам. Может быть, еще для чего-то. Ну, то есть, человеку важно решить сегодняшнюю, сиюминутную проблему. Вот сейчас, да, получив деньги, он ее решает. А отдавать деньги – это когда-то потом. Потом. Ну, мы всегда думаем, потом, вот потом будет проблема, и ее решу. Но рано или поздно эта проблема может случиться, да. И, соответственно, вот мне как раз интересовал такой момент, что бы вы посоветовали нашим слушателям в плане расчета своих возможностей. Я сейчас не обсуждаю, что любой человек, к сожалению, может и потерять работу в какой-то ситуации, да, и может измениться его жизненная ситуация. Но вот на сегодняшний даже день вообще, в принципе, а вот вы бы взяли кредит? Ну, конечно, я бы взял кредиты и брал кредиты, но хотел бы, пользуясь случаем, дать такой совет заемщикам, подходите взвешенно к такому решению. То есть, сами для себя, вот, посчитайте, сколько у вас, какие у вас доходы и какие у вас при этом расходы. Посчитайте все. Прикиньте просто для себя, сами это не для банка, а просто взвесьте свои силы. Сколько у вас уходит на коммунальные платежи за квартиру, за учебу детям, на еду, на транспорт и так далее. И посмотрите, сколько у вас остается денег, чтобы гасить кредит. И только после этого, когда вы все это для себя сами прикинули, посчитали, принимайте решение. И решение принимайте взвешенное. Желательно, конечно, какой-то еще иметь запас на непредвиденные ситуации. На это тоже рассчитывайте, да, что может что-то у вас измениться. Так, чтобы не попасть в какую-то тяжелую ситуацию с банком, чтобы не пришлось потом платить штрафы и испортить себе кредитную историю и так далее. А вот вопрос, раз уж мы заговорили про тяжелые ситуации, вопрос как раз связан с тем, а если человек уже имеет кредит, но попал в тяжелую ситуацию. По разным причинам, возможно, не по своей в какой-то части вине, там может под сокращение где-то попал или еще что-то. Но тем не менее, вот он в какой-то период времени не может выплачивать кредит. Что ему делать в данной ситуации? Ну вот Антон, у вас какая правда? Вы знаете, я скажу, наверное, универсальный совет для всех, что в первую очередь необходимо обратиться в свой банк. Ну страшно, что дойти уже должник почти, да? Нет, ну не стоит скрываться, да, скрываться от банка не стоит. Стоит прийти и сказать, какая ситуация произошла, и будьте уверены, что банк предложит какие-то варианты решения, потому что решать что-то в судебном порядке и потом изыскивать какую-то задолженность для банка. Банку тоже неинтересно. Банку это неинтересно, потому что банк на этом только теряет. Скажу сразу, что в каждом конкретном случае банк приходит к какому-то индивидуальному решению. Это может быть рассрочка или отсрочка? Это может быть и рассрочка, и отсрочка платежа, это может быть реструктуризация займа, это может быть помощь в реализации залогового имущества. Вариантов большое количество. И, как я уже сказал, что с каждым конкретным заемщиком, который попал в трудную ситуацию, банк работает индивидуально. Потому что нет универсального решения, естественно, для всех жизненных ситуаций. Но, тем не менее, идти в банк, это не страшно. Сказать, что у меня такая проблема, это не страшно. Потому что мы понимаем, что мы даже перекредитоваться, рефинансироваться не можем, потому что у человека нет дохода, к примеру. Особенно, если он работал на работе, где у него по 2 НДФЛ подтверждалась приличная зарплата, а сейчас у него ничего не подтверждается. У него нет никакой зарплаты, никакого дохода. Ему никто не даст рефинансировать. То есть он может, по сути, решить вопрос только со своим банком. И это нормально, это правильно? Это очень правильно. Это нормально, правильно. Да, я тоже поддержу Антона. И хотелось бы тоже обратиться к заемщикам, сказать, что жизнь, к сожалению, у нас неровная такая, она полосатая, как зебра. И случаются белые полосы в жизни, темные. Как правило, вот эти черные темные полосы, неудачи, они кратковременные. Вот по статистике человек обычно выходит из каких-то таких ситуаций, ну, в течение там полугода примерно. Ну, так, если в общем и целом. Поэтому не стоит бояться, нужно идти в банк, общаться, договариваться, находить какие-то взаимоприемлемые решения и надеяться, что жизнь все-таки исправится, доход восстановится, человек найдет работу, и все будет нормально. И вот еще у меня один вопрос. Вопрос правового характера, причем, зная, как это разрешают суды, совсем по-разному. Но, тем не менее, вопрос у меня к вам. А если банк взят, кредит в банке взят в браке, и люди в процессе этого кредита разводятся, вот каким образом им поступить в данной ситуации? Ведь они делят не только то, что они купили за счет полученных денег, да, они делят еще и долг, по сути. Семья должна, муж и жена должны разделить долги. Вот, понятно, что можно это сделать в судебном порядке, если уж они идут делить свое имущество. А если у них, в принципе, спора нету, но при этом банк в целом проверял только одного заемщика. Допустим, муж работает, зарабатывает, подтверждает зарплату, да, то есть в первую очередь проверяли его, его зарплата была, допустим, дохода достаточно на всю семью, смотрели, проверяли, а сейчас выясняется, что нужно поделить, мало того, что имущество, нужно поделить долги, а жена, муж, сейчас не может платить половину долга. Вот как решается, бывали ли у вас такие кратенько, потому что у нас уже немножко времени осталось в эфире, но такая наболевшая проблема. Были ли такие ситуации, решали ли вы их вот в том же индивидуальном порядке и как? Ну, скажу, что такие ситуации, да, случаются, но, да, мы решаем их индивидуально, безусловно, и семейные проблемы, это, наверное, одна из основных таких причин споров между людьми, что касается, допустим, покупки недвижимости. В принципе, для банка существенным фактором является только то, чтобы платежи по кредиту осуществлялись вовремя и ежемесячно, да, согласно графику, а кто и как их будет осуществлять, по большому счету, банк не интересует, пока не наступает момент просрочки по этому платежу. Соответственно, мы предоставляем людям возможность самим решить, кто и как будет пользоваться этой собственностью, да, по окончанию, там, с какой-нибудь судиться, либо решать это в мирном порядке, но вопрос главный, который мы задаем, кто будет платить по кредиту, и как это будет осуществляться. А если, допустим, они говорят, мы платить будем пополам, имущество сейчас хотим пополам оформить, и платить будем пополам, вот вы какие-то, допустим, доп. соглашения, что-то подписываете, как-то меняете ваше кредитное отношение, или для этого вам необходимо теперь отдельно проверить супруга, отдельно проверить супругу заново, да, вот эти все дела собрать? Как заемщик исходный, он остается. То есть, соответственно, как они будут решать между собой, кто будет платить по кредитам. То есть вы, в любом случае, никаких изменений, по крайней мере, вот в таком переговорном процессе, не вносите? Да, в переговорном процессе нет, безусловно. Предлагать всем самостоятельно все это решить, либо уже в судебном порядке, если как-то иначе не получается. Да, можно сказать так, что изменение семейного положения заемщика не отменяет его обязательства по кредиту. То есть, как он взял кредит, он является стороной кредитного договора, он заемщик, поэтому... У нас просто, когда делится имущество, делятся и активы, и пассивы, грубо говоря, делится и само имущество, делятся и долги семьи, да, в данном случае это не предприятие, а семья. И даже если у вас заемщик-то один, и наверняка супруг-супруга, особенно по крупным кредитам, дают согласие на то, чтобы был заключен данный договор. Но если уж происходит ситуация, а крупные кредиты, особенно ипотечные, они на большое количество лет, это может быть 15-20, в некоторых случаях, может, 25 лет, за этот период времени все что угодно может произойти. Соответственно, вот такие вопросы, они возникали у меня в судебной практике, но мне было интересно именно со стороны банков. Мы сегодня обсуждали вопросы, связанные с банками и кредитованием, на самом деле так много всего не успели обсудить. Я точно помню, что хотелось бы, мне лично даже хотелось бы, вашу точку зрения услышать на то, что посмотреть в договорах, но мы, к сожалению, уже судя по времени не успеваем этот момент обсудить. Я думаю, что мы неоднократно еще будем обсуждать банковскую тему, в том числе с кредитами, в том числе о том, что людям нужно иметь в виду, которые желают обратиться за кредитами, каким образом они могут понравиться банку или узнать информацию о себе, каким образом банк может им понравиться, и как продолжать взаимодействие, если кредит уже получен, потому что, опять же, для всех наших слушателей, я и думаю, мои гости присоединятся к тому, что получение кредита – это не финал усилий, а начало совместной работы. Кредит нужно не только получить, но еще и возвращать. И это сотрудничество должно быть для двух сторон – и для банка, и для человека, получившего кредит выгодным, удобным. Поэтому всегда перед тем, как получать кредит, и перед тем, как озадачиться, как понравится банку, подумайте, а нужен ли вам этот кредит, а сможете ли вы его возвращать, а сколько в месяц, посчитайте свой собственный бюджет, сколько в месяц вы можете отдавать по кредиту. И если вы понимаете, что нужен, и банк, в конце концов, одобряет, помните, что если вдруг возникли какие-то проблемы, не стесняйтесь, и нужно обратиться в первую очередь в банк, не доводить дело до судов, пени, неустойок и штрафов. В эфире была «Формула права». С вами была я, Анастасия Брайчева, и гости программы Александр Гонтаренко, директор Департамента правового обеспечения банка «Хоумкредит», и Антон Павлов, начальник управления. Поработьте с сегментом розницы «Абсолютбанка» каждый четверг в 11.00 в прямом эфире. Ждем вас.